Всем привет! В эфире Универа Ньюз, а в студии Кристина Надершина. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В КФУ прошел прямой эфир с главой Роспотребнадзора Республики Татарстан. В сюжете разберемся, что такое ЕСИМ, плюсы и минусы, зачем переходим на виртуальную карту. В режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Президиума Академии наук Республики Татарстан, в котором ректор Казанского университета Эльшат Гафуров принял непосредственное участие. В ходе встречи был рассмотрен проект государственной программы «Создание сети региональных инжиниринговых и маркетинговых центров». Другим новостям. 27 октября в Казанском университете прошел прямой эфир, посвященный вопросам по профилактике сезонных простудных заболеваний. Гостем студии стала глава управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Потяшина. Какие темы поднимались во время прямого эфира и на какие вопросы ответил гость студии, узнаете в следующем сюжете. 27 октября на телеканале Универ ТВ состоялся прямой эфир, посвященный вопросам профилактики сезонных простудных заболеваний. Гостей студии стала глава управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Потяшина. Одним из важнейших вопросов во время эфира стал вопрос касательно вакцинации гриппа. По словам главы Роспотребнадзора, вакцинироваться в этом году крайне необходимо. У нас возбудителей вирусов, которые вызывают простудные заболевания, более 200. Из этой линейки вирусов грипп – самое тяжелое заболевание. И в этом году в состав вакцины входят штаммы, которые многие годы не приходили на территорию Российской Федерации. А это значит, что иммунитета среди населения нет ни у кого. И вероятно, что этот грипп будет тяжелее. Чистый грипп, который есть. Это первая причина, по которой нужно обязательно сделать прививку. Также бурное обсуждение в соцсетях вызвало новое постановление, которое на днях выпустило Роспотребнадзор. Согласно постановлению, маски необходимо носить в такси, общественном транспорте, на парковках, в лифтах и в местах массового скопления людей. Однако, по словам Марина Потяшиной, его еще следует обсудить и в силу оно еще не вступило. У нас это ничего не меняется. У нас, напомню, что постановление Кабинета Министров Республики Тарстан номер 208, у нас обязательность масочного режима на сегодня введена. И она у нас действует еще, наверное, с лета, с весны этого года. Что касается дискотек. Дискотек общественного питания после 23.00. Этот пункт, поскольку появился в постановлении Анны Юрьевны Поповой, подлежит обсуждению еще, обсуждению, рассмотрению на оперативном штабе по новой коронавирусной инфекции при правительстве Республики Татарстан. И, безусловно, на днях мы будем рассматривать этот вопрос, обсуждать и при необходимости вводить, либо не вводить. В завершении глава Росплатонентнадзора ответила на множественные вопросы касательно учебного процесса и возможного перехода на дистанционное обучение. Потому что на сегодня мы проучили сентябрь-октябрь. На сегодня мы не видим никаких серьезных проблем с образовательным процессом, если там все соблюдается, так как оговорено федеральным законодательством. На сегодня у нас в образовательных учреждениях чуть более 100 случаев. Эти случаи единичные, они без распространения. И на сегодня никаких, я говорю, рисков по уходу на дистанционное обучение мы не видим. Мир изменился, и людям приходится подстраиваться под новые реалии. Однако появляются и новые страхи. Так одним из них является страх заразиться. Люди боятся идти в больницу и подцепить что-то серьезное. Насколько этот страх объективен? И что делать, когда есть легкое недомогание? Идти в больницу или заниматься самолечением? Расскажем в нашем следующем сюжете. Пандемия коронавируса внесла свои корректировки в современный мир. Так у многих людей возникает страх идти в больницу, когда они начинают заболевать. Ведь можно прийти с обычной простудой, а выйти уже с другой болезнью. О том, как же все-таки правильно поступить, нам рассказал врач университетской клиники. Нужно соблюдать социальную дистанцию, нужно использовать средства индивидуальной защиты. Бояться обращаться за медицинской помощью не нужно, но нужно быть просто бдительными, аккуратными. Руслан Алиев также поделился тем, с какими трудностями ему и его коллегам пришлось столкнуться во время пандемии. Было страшно возвращаться домой, возвращаться в семью. На какое-то время даже пришлось изолироваться от семьи, не только мне, но и моим коллегам. Руслан работает врачом-урологом в стационаре университетской клиники с 2013 года. Определился с выбором профессии он еще будучи в девятом классе, так как хотел помогать людям. Наше урологическое отделение занимается оказанием неотложной урологической помощи 7 дней в неделю, 24 часа в сутки по практически всем направлениям. В основном мы занимаемся терапией мочекаменной болезни и терапией аденом предстательной железы. То есть наше учреждение одно из немногих, где проводится лазерная эмпуляция, которая позволяет уже на 3-4 сутки восстановить самостоятельное мочеиспускание и где-то на 5-6 сутки выписаться. Работа врача действительно и опасна, и трудна. Бывает большое количество операций, особенно сейчас. И сами понимаете о том, что невозможно остановить операцию и уйти во время операции, доказав о том, что мой рабочий день закончен. Это не так. Врач должен до последнего пациента работать, независимо от того, закончился ваш рабочий день или нет. Вклад сотрудников медицины всегда важен, а в период коронавирусной инфекции лишь напомнил людям о значимости этой профессии. Работа врача – это не столько работа, наверное, сколько все-таки образ жизни. Если дистанционно, например, многие специальности смогли работать, но не врачи. Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Андрей Богоудинов и Алексей Румянцев. Универ Ньюс. Жировые капли внутри наших клеток в будущем могут заменить антибиотики. Что обнаружили ученые в ходе последних исследований? Расскажем в нашем сюжете. Совместные исследования ученых из Квинслицкого и Барселонского университетов показали, что липидные капли в клетках не только являются источником энергии, но и участвуют в борьбе с инфекциями. Австралийский ученый Роберт Партон из Института молекулярных биологических наук сообщает, что при инфицировании клетки начинают производить специальные токсичные белки. Затем упаковывают их в липидные капли и отправляют навстречу патогенам. О значении данного открытия расскажет наш эксперт. В случае инфицирования фагоцита бактериальными патогенами, эти липидные капли меняют свое направление. Они вместо того, чтобы идти к метахондриям, где они расщепляются, они направляются к бактериальным клеткам и атакуют их. И в принципе могут как бы даже занести внутрь бактериальной клетки какие-то вот токсические соединения, которые могут убивать. Сейчас ученые по всему миру ищут новые способы борьбы с бактериями в связи с ростом их устойчивости к антибиотикам. И один из них это как раз усиление естественной защиты организма. Именно успешные исследования на плодовых мушках вдохновили клеточных биологов развиваться в данном направлении. Есть такое направление, как поиск новых альтернативных путей, которые могли бы заменить антибиотикотерапию. И как один из возможных вот таких вариантов это активация каких-то внутренних резервов в клетке. И если в этом участвуют липиды, липидные капли, то можно каким-то образом загружать эти липидные капли какими-то необходимыми медикаментами, допустим, или какими-то веществами. Или просто даже активировать в клетке вот эту ее функцию и таким образом помогать организму преодолевать инфекцию. Анжелика Степанова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Какие смартфоны россияне приобрели только за 2020 год на 130 миллиардов рублей? Что такое виртуальные сим-карты? Зачем они нам нужны? Узнаем в нашем следующем сюжете. Что такое eSIM? Вы знаете? Нет, я не знаю. Ну, может, знаю, но сейчас не смогу вспомнить. Нет. Ой, нет, к сожалению, не знаю. eSIM? Нет, не знаю. Нет. eSIM? Нет. Знаете вы, что такое eSIM? Нет. В России теперь вместо обычной пластиковой сим-карты можно установить виртуальную. Но как? Для этого мы заказываем номер, сканируем QR-код, после этого предъявляем паспорт и все, eSIM готово. Но что такое eSIM? И зачем нам вообще это нужно? Давайте вместе в этом разберемся. eSIM – это, по факту, еще одна часть телефона. То есть обычные сим-карты – это пластмасска с чипом, который вставляется в телефон. eSIM – это просто нераздельная часть телефона, которая хранит в себе виртуальную информацию о том, какой именно номер фактически этой сим-карте принадлежит. Это как пластиковая карта вместо налички. Вообще говоря, просто это переход от очередной физической технологии к виртуальной. За 2020 год россияне уже приобрели около 2 миллионов eSIM-смартфонов на сумму 130 миллиардов рублей. Переход на новый стандарт позволяет отказаться от изготовления и продаж физических сим-карт. Для оператора это означает экономию, не нужно платить за выпуск физических карточек. Компании, производители мобильных устройств могут использовать освободившееся место, чтобы устанавливать с телефона более емкие аккумуляторы. Главное – eSIM нельзя потерять, сломать, а также можно установить до пяти активных номеров. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. И до новых встреч!